В разное время для разных людей природный газ являлся не просто смесью углеводородов, но и предметом религиозного культа, спороученых и важнейшим сырьевым ресурсом для экономики и научно-технического прогресса. Он невидим и не имеет запаха, но представляет собой субстанцию, которая буквально заполнила весь современный мир. Ролики о том, каким будет наш мир без нефти или без угля, вы можете посмотреть по ссылке в описании. А сегодня мы предлагаем вам узнать, что же такое природный газ и что будет, если он исчезнет. Давайте разбираться. Природный газ – это смесь углеводородов, представляющая собой нечто эфемерное, то, что нельзя потрогать, увидеть и понюхать. Основу природного газа составляет метан, простейший углеводород. Органическое соединение, состоящее из атомов углерода и водорода. Обычно в его состав также входят более тяжелые углеводороды, гомологи метана, этан, пропан, бутан и некоторые неуглеводородные примеси, например, водород и гелий. Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно происхождения природного газа и в своем споре разбились на два лагеря, предложив две основные теории. Согласно минеральной теории, все химические элементы, из которых состоит природный газ и нефть, изначально заложены в мантии земли, представляя собой залежи полезных ископаемых. Находясь глубоко в пластах горных пород, является частью процесса дегазации земли. Из-за внутрешних движений планеты углеводороды, находящиеся на больших глубинах, поднимаются ближе к поверхности, туда, где образуется наименьшее давление. Таким образом, в результате появляются нефтяные и газовые залежи. Приверженцы биогенной теории, напротив, считают, что природный газ образовался из остатков растительных и животных организмов, вымерших в конце палеозойской эры, которые под действием бактерий высокого давления и температуры превратились в смесь газообразных углеродов. Именно биохимические процессы и обеспечили химические коктейли природного газа, 80-98% метана, 2-3% его ближайших гомологов, этана, пропана, бутана, пентана, а также небольшое количество примесей. Большинство людей, далеких от газовой отрасли, представляют, что газ, находящийся под землей, подобен ценным ископаемым, занимает собой некие пустоты в недрах земли и легко полностью извлекается. Но это не совсем верно. Природный газ действительно находится глубоко под землей внутри горных пород, имеющих пористую структуру. Но поры настолько микроскопические, что их невооруженным глазом разглядеть почти нереально. Поэтому, взяв в руки извлеченный из недр земли небольшой кусок песчаника, сложно осознать, что внутри заключен природный газ. Человек всегда и везде ищет выгоду. Вот и персидский царь в первом веке нашей эры, увидев огонь, горевший день и ночь, не требующий дополнительного топлива, приказал построить дворцовую кухню на месте, где газ выходил на поверхность. А уже относительно недавно природный газ впервые применили в 1821 году в городе Фридония, штат Нью-Йорк, для освещения. До этого применяли искусственно получаемый газ из угля. До 20 века в России природный газ являлся побочным продуктом при добыче нефти и назывался попутным газом. Не существовало даже самих понятий газового или газоконденсатного месторождений. Обнаруживались они случайно, например, при бурении артезианских скважин. Однако известен случай, когда во время бурения такой скважины находчивый саратовский купец, увидев вместо воды пламя, построил на этом месте стекольные и кирпичные заводы. Промышленники постепенно начали осознавать, что природный газ может быть крайне полезен. Так мы видим, что с момента его открытия природный газ упростил жизнь предприимчивым людям. Но как же его добывают? Методы добычи газообразных углеродов схожи с добычей нефти. Газ извлекают из недр с помощью скважин. Для того, чтобы пластовое давление залежи падало постепенно, скважины размещают равномерно по всей территории месторождения. Такой метод также препятствует возникновению перетоков газа между областями месторождения и преждевременному обводнению залежи. Природный газ можно классифицировать как попутный, если он встречается над нефтью, и как самостоятельный, если связанный с нефтью, когда газовые залежи располагаются отдельно от нее. В нефтегазовых резервуарах природный газ может быть обнаружен в свободном состоянии в виде газа, растворенного в нефти или воде, а также в виде сжиженного газа. Представление о том, что газ находится под землей в неких пустотах, из которых легко полностью извлекается, ошибочно. Природный газ заключен в мельчайшие трещины и поры, которыми обладают горные породы. Сланцевый газ добывают из горючих сланцев, слоистые осадочные породы и состоящие преимущественно из метана. Сланцевый газ распределен в небольших порах осадочных пород, горючих сланцев или уплотненных песчаников. Если в обычных месторождениях поры в породе обычно соединены между собой и выдают большой приток газа на поверхность, то в сланцевых месторождениях поры изолированы друг от друга, поэтому добывать газ из них нужно с помощью особой технологии – гидроразрыва пласта, фрекинга. Эта технология подразумевает закачку в скважину под большим давлением жидкости, воды или особых гелей. Она создает трещины в породе, по которым газ и спор поступают на поверхность. Но это только начало. Извлеченный на поверхность газ непригоден к немедленному использованию, так как содержит много примесей и воды. Обработка на специальных предприятиях позволяет снизить количество примесей до минимума, а также осушить газ и придать ему знакомый запах. В результате газ становится пригодным для отправки конечному потребителю. Главным образом природный газ используется для обеспечения отопления, производства электроэнергии и для бытовых нужд населения. Например, в России около 50% поставок приходится на энергетические компании и коммунальное хозяйство. Поэтому если вдруг поток газа резко прервется, то кризис в первую очередь ударит по этим сферам. Как это ни удивительно, но газ использует еще и в виде сырья при производстве пластмасс и других органических веществ. А без пластмасс мы нашу жизнь пока представляем очень и очень туманно. Природный газ является самым чистым среди углеводородных ископаемых топлив. В идеале при его сгорании образуется только вода и углекислый газ, в то время как сгорание нефтепродуктов сопровождается образованием копоти и золы. И если государством в один момент необходимо будет отказаться от газа, то это может сильно ударить по экологии всей планеты. Конечно, сами по себе выбросы большого количества углекислого газа в атмосферу небезопасны. По мнению некоторых ученых, они могут привести к возникновению парникового эффекта и, как следствие, к существенному потеплению климата. Однако стоит отметить, что и в этом отношении природный газ выигрывает. Эмиссия СО2 при его сжигании существенно ниже, чем у нефтяного топлива. События на газовом рынке в 2021 году, когда цены на голубое топливо били все исторические максимумы, показали, что зеленая энергетика на основе возобновляемых источников энергии пока не в состоянии покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер. Для этого как переходная технология нужен именно газ. Кроме этого, он находит применение в качестве топлива для транспортных средств и его резкий дефицит приведет к проблемам в сфере грузоперевозок и автотранспорта. Сжатый или компримированный метан стоит в два раза дешевле бензина, а кое-где еще дешевле, продлевает ресурс двигателя и способен улучшить экологию городов. Двигатель на природном газе соответствует экологическому стандарту Евро-4. Газ можно использовать для обычных автомобилей – сельскохозяйственного, водного, воздушного и железнодорожного транспорта. Еще из природного газа можно производить жидкие моторные топлива по технологии «Газ в жидкость» – «Газ to Liquid» – «ГТЛ». Поскольку природный газ достаточно инертный продукт, практически всегда при переработке на первом этапе его превращают в более реакционно-способную парогазовую смесь – так называемый синтез-газ. Смесь СО и H2. Далее ее направляют на синтез для получения жидкого топлива. Это может быть так называемая синтетическая нефть, дизельное топливо, а также смазочные масла и парафины. Обычно в природном газе помимо метана содержатся разнообразные примеси, которые необходимо отделить. Это азот, углекислый газ, сероводород, гелий, пары воды. Поэтому в первую очередь газ на газоперерабатывающих заводах проходит специальную обработку – очистку и осушку. Здесь же газ компримируют до давления, необходимого для переработки. На отбензинивающих установках газ разделяют на нестабильный газовый бензин и отбензиненный газ – продукт, который впоследствии и закачивают в магистральные газопроводы. Этот же уже очищенный газ идет на химические заводы, где из него производят метанол и аммиак. А нестабильный газовый бензин после выделения из газа подается на газофракционирующие установки, где из одной смеси выделяются легкие углеводороды – этан, пропан, бутан, пентан. Эти продукты тоже становятся сырьем для дальнейшей переработки. Из них в дальнейшем получают, к примеру, полимеры и каучуки. Смесь пропана и бутана сама по себе является готовым продуктом. Ее закачивают в баллоны и используют в качестве бытового топлива. В мире есть даже газовые корабли, к примеру, финский паром «Викинг Грейс». 12-палубный гигант вмещает до 2800 пассажиров и до 550 автомобилей. Без дозаправки может провести в море до трех суток. На газовом топливе ездят и поезда. На Байкало-Амурской магистрали, где много неэлектрифицированных участков, затяжных подъемов и спусков, очень оценили газотурбовоз. Он проходит до 900 километров на одной заправке и при этом может тянуть до 170 вагонов. В общем, о чудесах, связанных с газом, мы в ближайшее время явно будем слышать все чаще. И далеко не всегда он будет выступать тем, что просто греет чайник на нашей кухне. Из природного газа получают метанол. Он используется в качестве реагента для борьбы с гидратными пробками, которые образуются в трубопроводах при низких температурах. Метанол может стать и сырьем для производства более сложных химических веществ. Формальдегида, изоляционных материалов, лаков, красок, клеев, присадок для топлива, уксусной кислоты. Путем нескольких химических превращений из природного газа получают также минеральные удобрения. На первой стадии это аммиак. Специальная обработка позволяет получить из природного газа высококачественные минеральные удобрения, а также газы, гелий и аммиак, широко применяемые в производстве, медицине и приборостроении. Как бы ни стремилось человечество отказаться от газа в один миг, на практике мы видим, что пока это невозможно. Невозможность предугадать те или иные погодные явления на длительный период существенно увеличивают риски в сфере зеленой энергетики. А попытки некоторых биржевых игроков спекулировать на энергоресурсах только ухудшают положение экономик целых групп стран. Так если мы представим, что газ в один момент перестанет поступать и все хранилища вмиг опустеют, то это обернется настоящей катастрофой. Ну а пока подобных бедствий можно избежать. У нас еще есть время подготовиться. Главное не упустить это время. Всем до встречи!